Уважаемые члены Совета экономических консультантов, разрешите представить вашему вниманию результаты, проведенными нами научного исследования по данной теме. Цель исследования заключалась в разработке рейтинга оценки эффективности социально-экономической деятельности регионов на основе методики динамического норматива. В чем важность разработки нового рейтинга, можно увидеть на слайде. Я кратко могу остановиться. Это нацелить акиматы на удовлетворение насущных нужд населения, что особенно важно в условиях сильной вертикали власти, стимулировать усилия регионов повышения эффективности своей деятельности, выявить ключевые региональные проблемы, активизировать развитие регионов в духе состязательности и эффективно контролировать деятельность региональных властей. Они, что предполагает, саморегулированы в большей мере. Я в целом считаю, что работа неплохая проделана, но есть и замечания, поэтому они видны, сколько сегодня они обсуждались. Карат Тиманович, я вас попрошу взять ее в работу, как министерство. В конечном итоге для нас, что важнее, это то, что будет находиться на конце, на результате. То есть методики могут быть разные, расчеты, но в конечном итоге нам нужно посмотреть, что мы хотим от региона. Значит, я бы вот два таких укрупненных показателя хотел бы посмотреть. Значит, первое, это в конечном итоге, как население оценивает само развитие этого региона. Население смотрит на такие вещи простые, как там школы, больницы, наверное, какая-то социальная обеспеченность, развитие инфраструктуры, наличие воды, газа и так далее. То есть по вот этим показателям она оценивает наличие там продукты питания, цены на продукты питания в этом регионе. И вторая часть, которая невидима, но которая по большому счету важнее в долгосрочной перспективе, это как вообще регион развивается сам, внутри. То есть как туда привлекаются инвестиции, какие там предприятия внутри возникают, какой создаются основы для более такого долгосрочного развития. Вот эту часть не видно, но она в долгосрочном периоде получается важнее. Вот попробовать адаптировать вот эту методику с нашими внутренними показателями, попробовать вот эту часть, чтобы не только от деятельности самого первого руководителя, но и мы могли, с учетом уже наработанного опыта и всего остального могли это сделать. Второй вопрос. Анализ развития строительства в жилищном секторе, разработка доп.мер по стабилизации и стимулированию развития городского пригородного жилищного строительства, включая арендное жилье. Павел, пожалуйста, Андрей. С нашей точки зрения, вот именно расширение строительства рынка арендного жилья, оно бы позволило снять вот эту потребность в жилье для большинства казахстанцев. И для определенной категории населения арендное жилье является наиболее подходящим вариантом решения жилищного опыта. Тех, кто не имеет привлекательного залогового имущества и достаточного уровня доходов для выплат сумм по ипотеке или для накопления сумм по системе жилстро-сбережений. Для тех, кто не может позволить себе постоянное жилье в силу определенных требований к импленности рабочей силы. И для тех, кто не собирается приобретать жилье в период высоких цен и высоких процентных ставок по жилищным кредитам. По данным Агентства по статистике, в 2010 году было введено 183 тысячи квадратных метров арендного и 464 тысячи квадратных метров кредитного жилья. Наиболее большая доля арендного жилья введена в Атраусской области 18,5%, 18,8% в Павлодарской области, от Молинской, Кастанайской, Казалардинской областях. И наибольшая доля кредитного жилья введена в городах Астана, Алматы, Актюбинской области, Карагандинской области и в Восточно-Казахстанских областях. Вот, наверное, бы хотелось обратить внимание, что рынок арендного жилья, пожалуй, наиболее актуален для городов Алматы и Астана, потому что они, ну, например, между Алматой и Астаной люди перемещаются. Если в Алмате у человека квартира есть, в Астане, наверное, на время приезда можно предоставлять арендное жилье, и в остальное время он может как-то эту проблему решать иначе. С нашей точки зрения, строительство арендного жилья снимет спекулятивные тенденции на рынке и позволит потребителям реализовать выбор, исходя из своих материальных возможностей и предпочтений, купить жилье или арендовать жилье в том районе и по той цене, которые его устраивают. Вот, мировой опыт арендного жилья. Мне бы хотел, доля арендного жилья, например, в Швеции 57 в Нитерландах, 55 в Германии 60%, в США 34%. В целом, например, опыт развитых стран показывает, что окупаемость арендных домов составляет минимум от 10 до 15 лет. Следовательно, без первоначального участия государства в инициировании и стимулировании развития рынка арендного жилья, коммунального и коммерческого, и в создании льготных условий для привлечения частных инвестиций не обойтись. Вот в Швеции 90% построенного жилья, оно строилось именно на государственные кредиты. Потому что под банковские кредиты, под, например, условно говорю, 20% годовых строить арендное жилье, это означает, что его цена потом, арендная стоимость будет неподъемной. И мне нравится целевой ориентир. Шведы для себя решили, что стоимость аренды не будет превышать 20% средней зарплаты по промышленности. Например, если за последний 2010 год брать среднюю зарплату, у нас по экономике было 77 тысяч, по промышленности наверное чуть выше, но это означает, что в Казахстане это будет не выше 20 тысяч тенге. И, конечно, в Казахстане, наверное, арендное жилье в первую очередь необходимо для тех, кто не может решить жилищные проблемы собственными силами. Это те же бюджетники, учителя, врачи, социально уязвимые слои населения. В нашей рекомендации по арендному жилью очень важно также развивать рынок арендного жилья именно на уровне местных исполнительных органов. Потому что, как я уже отмечала, фонд ДОМО, это все-таки берется там какая-то очень узкая категория, и она не рассчитана на широкие слои населения. Определение стоимости аренды жилья для нас тоже было бы полезно взять какой-то ориентир по заработной плате по экономике. Например, 20% от средней заработной платы, будь все равно в промышленности или по экономике. Формирование полноценной многоуровневой системы обеспечения доступным жильем населения. Арендное жилье как наиболее доступное, система жилостой сбережений и коммерческой ипотеки. То есть для разных категорий населения предлагаются те инструменты, которые им по плечу. И будет полезно принять отдельный закон об арендном жилье. Принятие законодательства по вопросам развития организованного, регулируемого рынка частного арендного жилья. Потому что в настоящий момент частный арендный рынок жилья есть, но он как-то государством не контролируется. Вот недавно читала в прессе, что Аким города Астане сказал, что возьмем под контроль, все будут платить налоги. На самом деле, наверное, это тоже будет полезно. Решение проблемы обеспечения доступным жильем очередников посредством выкупа готового, невостребованного и расширения строительства нового жилья за счет долгосрочных инвестиций в средств госбюджета с организацией системы коммунального, муниципального, арендного жилья. Также будет полезно отнести на налоговые вычеты или покрытие части расходов социальной группы населения, госслужащие, бюджетники на текущие арендные платежи по коммунальному арендному жилью в рамках социального пакета. И принятие законодательства по созданию условий и стимулированию частных инвестиций в сферу арендного жилья, целевое выделение земель, обеспечение коммуникацией, использование механизма государственного частного партнерства и концессии при строительстве доступного арендного жилья эконом-класса. И также поддержка строительства корпоративного арендного жилья для госслужащих. Во-первых, я работу принимаю. Я думаю, раз она вызвала такую дискуссию, значит, она полезна. Вам такая разница и в экономической политике, и вам в конкретных вещах надо нам вовлечь и продолжить эту часть.